Здарова, дружище. Это раннее утро пустыни Дреднаут. За моей спиной ты не видишь этих ребят, но я тебе уверяю, что это герои. Это рандомные герои, которые сейчас вступят в страшный бой с кланом. Это один из немногих тех боёв, которые изредка мне удается тебе показывать. Это один из тех боёв, которых тебе не один блогер в мире. По игре War Robots не покажет, кроме меня. Один из тех из немногих боёв, где в страшной схватке с кланом у рандома появляются шансы. Я снимал для тебя, дружище, целую тучу обзоров по новому роботу Хавка на тест-сервере. Смертельно устал, даже проверил, идёт ли запись. Всегда нужно верить в победу, даже если шансов на неё нет. Даже если ты проигрываешь, не надо сливаться, нужно драться до конца. Ты же хочешь, чтобы тебя запомнили. Поэтому нужно всегда храбро драться. Самое страшное в таких маях – это быстро проиграть по маякам. Всегда хочется, чтобы был запас времени. Смотри на маяки, дружище. Всё плохо у нас, и один боец в нашей команде всё-таки Струхин и сбежал с поля боя. Но я всегда верю в рандом. Держу центральный фланг дреднаут. Мне помогают. Пять мехов забирает Раванна. Уникальная сборка. До этого, сняв целую кучу обзоров, мне надоело на экспериментальных ангарах получать серьёзных просто люля-кебабов. И в этот обзор я вышел на страшном ангаре. На полностью боевом ангаре. Фалькон в центре хреново. По маякам запас времени есть. Фалькона нужно ликвидировать, он будет держать маяк. Ещё Раваны мешаются здесь. Наш Фальк подтянулся в центр, а вот это уже внушает. Внушает шансы. По крайней мере не на победу, но на удержание центра. Нужно не давать вражеским Раванам изничтожать мой рандом. Нужно дать шанс. Фальк на минус. Фальк нас живи. Сейчас помогу. Да ласта надо ли час носить. Вальяжно как-то они играют. Они уверены в своей победе. Всегда план, который идёт убивать рандом, фармить на нём серебром, всегда уверен в своей победе. Я решил всё-таки сбегать, дядь маяк. Чем, чёрт не шутит, обеспечить себе запас времени и своему рандому? Так, всё, полёг наш Фальк в центре. Надо возвращаться назад. Блиц, подержи, братишка, маяк этот право-фланговый. Дай мне время в центре. Там ещё один Фальк и ещё один танк. Там ещё у нас инвайдер. Спокойно, аккуратно. Сначала минус о нём инвайдера. Забираю. Работают сейчас два модуля. Новейшие модули овердрайв юнит. Ты можешь видеть сейчас, дружище, тест этих модулей в страшном бою рандома против клана. Фальк, понятно, будет держать. Идёт время. Но у нас три маяка. Хотя 25% по времени мы уже, конечно, прозевали. Мне нравится то, что четверо бойцов, которые остались со мной, не сливаются. Они дерутся. И они верят в победу, раз они дерутся. Меня вдохновляет их храбрость. Я очень уважаю храбрых бойцов. И очень не уважаю тех, кто левает в бою. Начинается снова замес за право-фланговый. Сейчас всех ликвидируем. И верну обратно этот маяк нам. Клан Фан, кстати, мне ни разу не попадался. Я впервые с ними дерусь. Не знаю, что за ребята. Очевидно, это платформа Android. Четыре маяка у нас команда берёт. Четыре. Так, походу, у нас всё-таки один не слился. Всё-таки тоже храбрый боец. Видимо, он сильно лагает. Даже лагающий дерётся с кланом. Вы посмотрите, какая доблестная храбрость рандома в этом бою. Удалось полностью выровнять ситуацию по маякам. Динамика по времени стабильная. Приступаем к ликвидации Титанов. Ещё не время мне выводить своего Титана. Если я его выведу, я потеряю по времени. А так, мои рованы дают возможность рандому взять и удержать маяки. Давай, братишка, помогай. Вот это уже очень опасная ситуация. Мы снова теряем четвёртый маяк. Держись, братва, держись зубами. Выдержим мы этот напор. Жалко, успел Найтингл взлететь. У меня ласта нет. Там лич работает, значит, скидай разбираем. Дальше Кюрдык маярование здесь. Так, союзный Минк правофланговый забирает. Нужно срочно восстановить ситуацию по маякам. Так, думаю, леча до ласта я должен успеть рубануть-то, но... Есть до ласта. Даже ликвидировать его удается, рандом добивает. Срочно, бегом, на всех парах. Отстаём, отстаём по маякам. Зря я, зря я с ними ввязываюсь в бой. Надо взять левофланговый. Сейчас ошибку допускаю. Левофланговый я мог взять. Пытаюсь с любой ценой ликвиднуть я. Вражеского Титана за счёт овердрайфов, но я боюсь, не успею. Не хватает мне мощи. Спел он подлечиться. Меняю Ровану на Титана, мне это удаётся. Всё-таки не зря я отфлёк их на себя, стянул огонь, забирает левофланговый. Ребята, нет, всё-таки погиб мир. Центр чужой. Левофланговый чужой, иду на левый фланг. Последние минуты, решающий бой, а дружище, последние минуты. Редко, очень редко удаётся рандому побеждать клан. Очень редко. Даже если это не сильный, так скажем, клан. Не супер-мега-могучий. И тем не менее, забираю левофланговый, надо забирать. Отчаянный бой за центр моего рандома. В последнюю атаку пошла, братва. Сейчас мы им покажем, где кланы зимуют. Походу, будут в большинстве своём зимовать в ангаре. Я решил прорваться на левофланговый дальний, на респовый маяк противника. Это даст серьёзный шанс у нас по маякам. Ну что, можно отметить, что красные ребята практически кончились. Как бы хотелось, друзья, чтобы разработчики всё-таки сделали кнопочку игры без взводов. Чтобы игроки, зашедшие вечерком в бои, вороботс по кайфу, чтобы могли поиграть, не встречая взводов, которые моментально их просто терзают и сбрасывают на младшей лиге. Эта кнопочка бы, конечно, не помешала. Обычная кнопочка, игра без взводов, мы ликвидировали весь клан. И даже кто-то остался ещё на ходу. Вот такой бой, дружище, удалось для тебя записать по фану. Как развлекательный геймплей. Победа над кланом ФАМ, победил рандом. Была жаркая битва в пустыне. Походу, всё-таки один боец у нас лаганул и вылетел. Так что ещё один довод, друзья, в пользу рандома. Создаю отдельный плейлист. Победа рандомов над кланами. Специально для вас. По фану. С вами был Веркомандер. Всем отличного дня. Увидимся в новых стримах, обзорах и конкурсах на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова